всем привет друзья и вот она наконец-таки сверх новое видео по черри фори чтобы у вас не получилось вот такая же херня как у меня смотрите это видео до конца перфекционистам сразу же говорю лучше уходите от экранов ваших телефонов и компьютеров потому что как только мы дойдем до извлечения трипоида ваш мир уже не будет прежним а все те у кого психика в нормальном состоянии смотрите это видео до конца потому что там будет пару нюансов которые продлят реальная жизнь вашему трипоиду все артикулы и названия как всегда будут в описании под самим видео кое-что я не показал не буду об этом говорить видео вот как например ослабить гайку ступицы нужно и сразу же ослабить как пока машина стоит на колесах головкой на 32 воротком и какой-нибудь трубой далее просто можно уже снять колесо и выкрутить эту гайку до конца далее ключом на 19 и головкой на 18 мы откручиваем болты крепления стойки я их откручиваю уже наверно в третий раз за два месяца эти болты поэтому меня они откручиваются вообще налегке первый раз я конечно когда откручивал было тяжеловато пришлось побрызгать их в дешкой потом прям сорвать ключом их гайки и тогда дело пошло веселее даже не ключом сорвала головкой на получается на 19 головка с воротком и с удлинителем большим чтобы рычагом их сорвать выбиваем сами болты из своих посадочных мест и ставим туда отвертку чтобы она придерживалась стойку далее простая задача выкрутить гайку крепления рулевого наконечника во всех случаях она у меня в принципе выкручивалась достаточно легко далее переносимся в подкапотное пространство и смотрим где у нас находится сам приходит находится на коробке с одной с левой стороны и с правой стороны тоже приходит дальше задача в принципе тоже несложная такая нам нужно вытащить наружную гранату из ступицы вытаскиваем отвертку аккуратненько вытаскиваем оттягиваем на себя ступицу с суппортом я особо не церемонился с этим делом стойка прям стоит у меня на пыльнике пыльники этот буду менять наружный гранат и вы если не будете менять пыльник наружный гранат это конечно нужно поаккуратно все это дело производить и совсем я как всегда забыл это эти провода сзади стойки они мешаются мне оттянуть ступицу откручиваем их ключом на 13 и вот оттянутая ступица вытаскиваем аккуратненько гранату наружный пыльник кстати у меня на вот этой гранате стоит китайский как бы это черри за 180 рублей он у меня лопнул у основания буквально через месяцев 8 и вот они уже начались варварские методы по извлечению трипоида хотел его вырвать прямо через пыльник но не получилось придется резать этот порватый пыльник все пыльник прорезан теперь трипоид можно легко извлечь и все погнали вырывать трипоид из пыльника у кого сейчас сердце дрогнуло просто напишите в комментариях вот такую вот штукенцию я вытащил похожую вообще на какие-то инопланетные разработки чтобы снять эти три подшипника нужно ослабить вот этот стопор точнее снять его снимайте его аккуратно он вылетает в неизвестном направлении вот так выглядят подшипники трипоида такая очень интересная конструкция выработки у меня на них в принципе я посмотрел как таковой вообще и нет вот это штукенция кстати посередине это балансировочная муфта итак начинаем добираться до пыльника наружной гранаты срезаем сам пыльник сначала ослабляем скобы металлические скоба кстати фирмы фбс стояла скоба то продержалась а пыльник китайский нифига не церемонимся с пыльником и срезаем его ножик набиваем новый пыльник специальной смазкой для шрусов именно для гранат не для трепоида вообще по-хорошему вот эту наружную гранату ее нужно снять с самого привода промыть всю бензином хорошо только тогда надеть на привод обратно и наполнять тогда уже ее смазкой вот этой для шруса снимается она либо специальным съемником либо через какую-то деревянную проставку нужно ставить и бить молотком она выбивается там стопорное кольцо стоит внутри закрепляю я пыльник пластиковыми стяжками так как у меня была раньше 4 к я всегда так ставился держится эти стяжки дольше чем пыль не не знаю лет на 5 и заметьте их я ставлю только на наружный шрус пыльник у него мягкий и поэтому стягивается легко такими стяжками надеваю пыльник от трипоида фирмы кстати мандарин качество пыльника вообще фигня полнейшая но что было в гараже то и поставил и вот вам первый нюанс смазка для трипоида идет индивидуально именно для трипоида затягивал я этот пыльник стяжками фирмы фбест металлическими затягивал очень сильно но их силы не хватило чтобы затем этот пыльник у основания вот сейчас я делаю где там хватает принципе стяжки потому что там резина мягкая а вот следующий шаг меня уже привел к некоторым неприятностям вот эта металлическая стяжка фбест она туда не подходит к этому пыльнику точнее по размерам она все идеально подходит но ее силы не хватает чтобы затянуть притянуть пыльник к самому корпусу трипоида вот такую вот смазку для трипоидов я купил стоит она в магазине у нас 150 рублей подшипником и ставим все на свое место съемки виду сверху чтобы было лучше видно всем как вставляется вставлять нужно естественно аккуратно его не долбить там молотком если не заходит немного проворачиваете его и пытаетесь еще раз далее будем надевать хомут металлический который кстати не надо надевать именно такой хомут никогда не покупайте его для трипоида хомут то сам качество нормального но вот именно силы его затяжки не хватит возможно конечно есть в природе пыльники для трипоида мягкие очень тогда возможно хватит принципе этого хомута вообще есть хомут специальный для трипоида для вот этих оригинальный где его заказывать я не знаю для него нужен нужны спец инструменты чтобы стянуть его сильно очень и у меня кстати наподобие был с вот этим пыльником шел хомут в дальнейшем меня на сервисе пробовали его поставить стянуть но тоже этот хомут не получилось на трех сервисах мне стягивали этот хомут и ни на одном не смогли стянуть в итоге вот в конце видео посмотрите какой мне поставили и затянули прям шикарно все думал я то что хомут стянут очень сильно и начал я надевать наружную гранату в свое посадочное место в ступице аккуратно ее ставим чтобы не порвать стойкой пыльник новый который мы только что поставили центруем отверткой отверстия в стойке сходящиеся со ступицей наживляем сразу же ступичную гайку головкой на 32 и тем самым шлицы на гранате доходят до конца вступить далее ставим болты крепления стойки два болта на свои места если вы первый раз разбирали все это за сто лет то болты лучше смажьте чтобы в дальнейшем вам было их проще открутить прикручиваем крепление проводов вместе с самими проводами сзади стойки ключом на 13 домкратим обязательно рулевой наконечник и только после этого прикручиваем его гайку и вот чем закончилась вся эта история с трипоидами для меня для вас она естественно закончится намного лучше потому что вы посмотрели это видео поставили вот такую обычную стяжку которая затягивается либо отверткой либо головкой на 8 затянули ее очень очень сильно и все проблема решена на съемках этого видео ни один трипоид не пострадал смазка вытекла но мы ее добавили все потом протер и все отлично рубеж в 1000 подписчиков уже прошел всем спасибо за то что вы подписываетесь и пишите свои комментарии на ю тубе